Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Культуртрейгером быть легко и приятно. В то время, как находящиеся на самоизоляции камчатцы пьют по домам водку и ссорятся с друг с дружкой, я сижу и работаю с различными старинными материалами. Кстати, тот, кто из вас не знает этого, сейчас должен узнать мою страшную тайну. Я не только снимаю и выпускаю фотоальбомы о различных местах Камчатского края. Еще я выступаю в качестве составителя различного рода краеведческих изданий. В том числе составляю и выпускаю в свет серию «Камчатка в газетной строке». Началось все вот с такой вот книги «Заповедная Камчатка в газетной строке». Эта книга вышла в свет в 2013 году по печеньям Кранотского заповедника. И рассказывает она о территориях, входящих в состав этого самого заповедника. Здесь собраны газетные публикации с 1917 по 1967 год, рассказывающие о территориях заповедника. Это всего лишь первая книга. Ну, к этому мы еще вернемся. Да, это правда! Это правда! Потом, в прошлом году, я выпустил в свет в том же самом издательстве «Камчат-пресс» вот такой вот двухтомник «Елизовский район в газетной строке». Этот двухтомник был приурочен к 70-летию района, и в его состав вышли выбранные газетные публикации о территориях нынешнего Елизовского района. Первый том включил газетные публикации с 1917 по 1949 год века минувшего, то есть до создания Елизовского района как административной единицы. Второй том включил в себя публикации с 1949 года по 1991 год прошлого века, то есть до начала новейшей истории. И вот сейчас, в эти самые дни, прямо перед началом жесткого самоограничения, в том же самом моем любимом издательстве «Камчат-пресс» вышла в свет книга. Рад я, что дожил до этого времени! «Камчатка. 1941-1945. Военные годы в газетной строке». Я уже рассказывал об этой книге, сейчас скажу чуть более подробно. Эту книгу составили мы с женою, работали над составлением около двух лет, и в нее вошли, как сказано, газетные публикации 1941-1945 годов, причем это издание уникально тем, что были обработаны практически все районные газеты, которые в годы войны, отечественной и советско-японской, выходили в свет на территории Камчатской области, от юга до севера, от Усть-Большерецкого до Пенжинского районов. Чтобы вам было интересно, прочитаю маленькую заметку. Лучшие охотники села Ивашки. Охотник села Ивашки Михаил Попов убил шесть медведей, трех штук он нашел в берлоге. С целью экономии патронов Попов решил обойти с ним холодным оружием. Двух медведей ему удалось заколоть пикой. Но против третьего старого медведя пика не устояла, сломалась. Тогда отважный охотник быстро снял с плеча винчестер и выстрелом в упор убил наседавшего зверя. Это оказалась медведица. Полностью с заметкой вы можете познакомиться, купив эту книгу в издательстве Камчат Пресс и прочитав ее. Да, еще нужно привлечь ваше внимание, еще заинтересовать вас. Заметка следующая. В пять часов двадцать минут Иван Ермолаевич сделал первый удар по котику. После удара дрыгалки котик пытался подниматься, но проворной. С комсомольской хваткой Бадаев Игнат, набросившийся с ножом, немедленно докончил зверя. Через пять минут забойная площадка была завалена убитыми котиками. Она напоминает поле битвы за нашу родину, говорит секретарь порторганизации товарищ Бадаев. Наконец-то вы узнали правду. Это книга «Камчатка 1941-1945. Военные годы в газетной строке». Она только что вышла в свет, и ее можно купить в издательстве Камчат Пресс. Это такая реклама труда себя любимого. А сейчас, во время самоограничения, я занимаюсь составлением второй книги «Заповедная Камчатка в газетной строке». В нее войдут публикации с 68 по 91 год века минувшего. Вот такими вот милыми делами я занимался до злотного нападения коронавируса на бедную Россиюшку. И продолжаю заниматься сейчас. Но это не точно. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени узнавать от меня о каких-то новых книгах. Обязательно пишите комментарии, потому что мне интересно, что вы думаете о том, что я вам рассказываю. Ежели вы на моем канале впервые, то сейчас в правом нижнем углу появится подсказка, выполнив которую вы будете получать уведомления о новых роликах на канале. Вот это подсказка. Делайте, что она рекомендует. Сделали? Молодцы. До свидания.